здравствуйте здравствуйте и процветайте дорогие человеки земли сегодня хочу посвятить это видео очень важной теме я уже рассказывала о том что я занимаюсь органическим земледелием использую только органические удобрения и органические биологические средства защиты и сейчас очень важный момент вот вначале я когда под перекопку добавляю вот там уже вид еще видно следующий слой вот такой кусочек за кусочком заправляется органикой живой органикой остатками из кухни из кваса который я готовлю из зеленых различных органических остатков овощных растений и вот сейчас когда вот здесь у меня уже прошло 8 дней после того когда я вот здесь закопала органику конечно еще не переработала все в процессе но сверху вот земля уже хорошая и можно уже в нее бросать сидератные растения это теплица даже в теплице я в этот период это уже вторая половина августа конец августа и даже в начале сентября я не использую ни в коем случае крестоцветные сидераты это горчица масляничная редька они не подходят связи с тем что на них очень много в этот период разводится крестоцветные бложки нам это не нужно тем более что я у этих культур и буду высевать вторыми уже в зиму а сейчас так как в прошлом году я уже овес высевала он очень такой вот нужно много воды если не пойдешь во время будут проблемы он медленно потом растет поэтому я в этом году решила изменить тактику мне нужно много зеленой массы мне нужен азот мне нужен калий здесь будут расти томаты снова же будут расти баклажаны и сладкий перец поэтому я выбрала ячмень вот он этот ячмень очень хороший дешевое зерно на рынке 480 4 гривня 80 копеек всего то на всего вот на 10 гривен мне хватит на всю теплицу засеять сидератами для этого чтобы их посеять эти зернышки очень ценные это зеленые удобрения я использую вот такой способ я рядочками сею вот сделала рядочки залила водичкой теплой водой с добавлением кваса 9 литров воды и 1 литр кваса который здесь готовился в этой бочке и заделаю эти семена в землю вот полила хорошенько заделаю здесь влажная земля буду содержать в облаге ячмень дает очень много зеленой массы подтягивает и перерабатывают калий большое количество в почве и я решу очень много задач в связи с этим а именно с помощью сидерата а именно ячменя я восстановлю структуру почвы это первое далее улучшу состав почвы и обогащу питательными веществами питательные вещества в основном это будет азот и калий но и естественно при переработке тут будут еще другие микро макроэлементы корни переработают все но будем ждать всходу семена свежие здоровые семена этого года они мне очень понравились чистые такие здоровые и сеем эти сидераты начинается сезон сидератов у меня с началом с успешным началом сидератов всего вам доброго вы были на канале раиса горяченко дача сад огород и цветы